больше всего осень чувствуется что вот тепло уходит а осень осень на хуторе потому что какие-то цветы уже все ночью заморозки даже минус а вот приближается зима и здесь это ощущается но розы розы радует так чтобы вот насладиться их видом и запомнить какие они красавицы не хотят они никак холода сопротивляется и вот так цветут вот только ради того чтобы понаслаждаться розами нужно было ехать на хутор а здесь уже дочка готовится к рождеству она не за горами сосенки поставила и снова розы розы которые мы покупали и вместе потом сажали вот такая вот красота красота лодки там летом клубника была так как отдельная грядка и вот такие вот розы как они выросли уже до красавицы а это малина ремонтантная я ее покупала на ярмарке радует вот тоже ягодками вот такими вот красные жалко будет если закончится эта вкуснота из-за морозов потому что ягодок еще зеленых много конечно удивительно когда вот такая поздняя осень ну считаю же позднее что тут последние деньги октября а здесь малинка и в творожок и просто так покушать а а это вот осенняя клумба дочка ее создавала по-новому немножечко здесь совсем уже не розы это вот на въезде на хутор с правой стороны пристроечка к дому и вот такая вот клумба засыпанная галькой камнями здесь вот рядом облепиха растет туйки и вот такая вот яркость яркость клумбы оригинальность белье стирается муж работал все испачкал надо все постирать в чем он работал листья под кусты укладывал и под цветы и под розы сейчас будем его награждать конфетками которые он купил мне а чё-то я себя это я для тебя открываю зачем врешь да вот ты всегда такую правду говоришь ну-ка иди помоги мне у меня одна рука не две коровка так так отработал что еле-еле ползет черепашка устал не надо что не надо ну так вот так вот здесь у тебя все это вот это приподними и вытащили все а вы говорите без руководства даже в коробку конфет не открыли же руководить конечно конечно конфетку обязательно надо пошутшать было ну а конфетку обидела человека не хочет конфетку два прихиндея один и второй одного массаж делай вот так вот запрыгнул да а второй лежит балдеет на диване после завтрака на каток собирается так он спортсмен разминаюсь почему-то разминаешь левую руку непонятно по какой причине это вот этого да бандита лохматого патрик это у тебя что-то новое да чешите меня патрик чешите меня чешите да ой прихиндейство сплошное с утра патрюшка 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 у вас так же хорошо что муж не встает в такую позу чтобы ему разминали позвоночник а этот видите новое придумал вот кто так балует собаку а но это что вообще лежит лежит жулик ему некогда да прилег спинку размяли и улегся на свое местечко к подушечке а что еще делать вот такое наслаждение на улице холодно а дома тепло хорошо и спится сладко так вот заварку складываю банку потом муж выносит и кофе тоже когда мы утром пьем кофе выносит сад и земля пушистая пушистая стала а была тяжелая просто глина одна сплошная а сейчас но еще чернозем конечно покупаем каждую весну но все равно земля стала чудесная в домашние цветы это нельзя заведутся мушки вот видите в раковину не выбрасываем до зимой муж трехлитровую банку складываешь вот так вот складываем в баночки в эти потом относит подвал высыпает там трехлитровые банки сколько в прошлом году три было до четыре банки трехлитровых за зиму накопилось завар лежачий по наехавший кушать будешь буду чё это ты по наехавший тут лежишь а скажи пожалуйста где хочу там и лежу ну и что улыбаешься хочу и улыбаюсь чё буду я карты раскрывать что ты не по наехавший а местный да 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 пускай думает что я по наехавший а ты считаешь так тебе легче жить если думать что ты по наехавший разницы нет по наехавший не по доехавший да все равно жизнь не улучшается не улучшается что ты какой-то усталый тебя кто-то замучил ничего меня не замучил никто и я не уставший да ты что да я нормально накатался выспался сейчас ужинать будешь в магазин не пустили а зачем тебе в магазин там целый список сама сказала что с голоду скоро вот я хочу сказать что тебе бы лишь бы из дома удрать все равно по какой причине не из дома свежий воздух расскажи лучше в какой школе учился школа номер шесть в бихве да да а в садике в каком ты садик я не ходил а что ж так каком роддоме ты родился ну-ка рассказывай а где там роддом бихве напротив шестой школы был раньше не поверю все равно по наехавший вот так вот вот понимаешь вот если на русском языке говоришь значит ты по наехавший не докажешь это я таким людям и не собираюсь доказать что не докажешь хоть ты сто раз здесь родись ты мне ничего не докажешь все равно скажешь что по наехали позвали в эстонию и это эстония кстати говоря вот этому придурку который который бы сказал что по наехавший просто так по наехавшего не зовут к президенту а ты был на доме вот так этот по наехавший шися сорок восемь лет сланец добывал давал тепло народу ой что-то ты какой-то совсем вот усталый не устала я нормальный да да обижены что тебя не пустили не пустили гулять зато тебя картошечки с грибочками пожарила не с теми а какие там баночка с грибочками я и хотел в первую очередь попробовать я тебе эту баночку сейчас поставлю так ее на разогревать как не поставить как это разогревать ну так она там это жареные грибы сделаны по спецрецепту это валерина что нет я пока погожу чуть ты погодишь вот когда он попробует скажет я попробую нет пусть он попробует первый и скажет что он это делает каждый год ты хочешь сказать что я не лишусь мужа но это вопрос я побаиваюсь я не побаиваюсь а я побаиваюсь мужа лишиться опасно в наше то неспокойное время все понятно мужа надо баловать сейчас мужчины на вес золота вот готовлю красоту и вкусноту муж собирал мы заморозили на зиму а теперь вот такую вкусноту зимой кушать будем и осенью сейчас вам такое не нравится нет но ты же просишь я тебе вот предлагаю делюсь с тобой вот так вот значит нечего приставать ко мне он смотри как твой любимый там уплетает хоть бы что вкусно а это мне вкусно то что я ем а то что ты ешь наверно вкусно будет нет он это тоже не ест песчаный карьер два человека мой зять мужу младшей дочки очень юморной прикалываться любит это он ездил в кортно за грибами набрал грибов и нашел страшную находку позвонил сразу в полицию но так как так как любой человек нормально сделает приехали спасатели и вот эту здоровую ужасную ужасную вещь забрали сразу полиция поблагодарила его никогда сами ничего не убирайте надо всегда позвонить в полицию и сообщить вот грибов набрал посмотрите какие хорошенькие лисичек уже нет а вот такие еще есть и красота в куртна просто дух захватывает посмотрите дети там отдыхали когда маленькие были там пионерский лагерь был и мы туда ездили отдыхать всегда вот такая вот жизнь веселая с такими находками ужасными спасибо что посмотрели спасибо что заходите ко мне на канал и пишите комментарии постоянные кто пишет вам огромное огромное спасибо отдельное теплой вам осени счастье чтоб эти находки были как можно меньше чистого вам неба над головой счастье любви здоровья заходите ко мне на канал почаще я этому очень рада знаете когда вижу что просмотры появились побольше конечно очень рад этому тот кто фильмы снимает всем пока